Дайджест недвижимости Она, по данным Центробанка, по итогам полугодия снизилась в среднем до 11,5%. Общая задолженность жителей области по жилищным кредитам сейчас превышает 38 миллиардов рублей. Объем просроченной задолженности достиг 267 миллионов. В целом, по России, заемщики за полгода оформили более 425 тысяч жилищных кредитов на сумму почти 800 миллиардов рублей. Напоминает Девятка.ру. Дайджест недвижимости 11 квадратных метров в Москве может купить Кировчанин после продажи квартиры у себя на родине. Доступность столичной недвижимости для жителей регионов изучили эксперты портала МирКвартир. Рейтинг составлялся, исходя из средней стоимости квадратного метра в столице, исключая элитное жилье. На настоящий момент она составляет 192 тысячи рублей. На покупку в Москве квартиры обычного формата, примерно равной той, которая была в родном городе, могут рассчитывать лишь жители Сочи и Петербурга. Всем остальным придется довольствоваться меньшей площадью. В частности, Кировчанин, продав квартиру за 2 миллиона рублей, сможет приобрести в столице лишь 11 квадратных метров. Это либо комната, либо доля в квартире. Отдельные студии начинаются от 16-20 квадратов. В противном случае придется доплачивать, ну или продавать в родном городе не одну квартиру, а две. Эксперты отмечают, что их подсчеты схематичны и всегда есть возможность сэкономить. Например, приобрести новостройку в Новой Москве, где цены начинаются от 2-2,5 миллионов. Тем не менее, в рейтинге доступности для регионов московской недвижимости наш город оказался на 59-м месте из 68, отмечает портал «Свой Кировский». Дайджест недвижимости. 220 миллионов рублей задолжали управляющие компании и ТСЖ за услуги водоснабжения. Долг перед поставщиком ресурсов компании «Кировские коммунальные системы» с начала года вырос на 15%. Самым крупным должником является УК Октябрьского района города Кирова – 68 миллионов рублей. Как сообщили в кировских коммунальных системах, с начала года организация направила в областной арбитражный суд около 250 исковых заявлений. Еще 14 заявлений в отношении организации должников направлены в районные прокуратуры. В результате ряду компаний внесены предписания об устранении нарушений закона, возбуждены административные дела, а несколько должностных лиц получили штрафы за нецелевое использование средств, перечисленных жителями города за коммунальные услуги, уточняет Айкиров.ру. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.